Как только в прошлом году появился X-Ray Cross с вариатором, у всех возник вопрос, а почему не сделать такую Vesta? Вопрос решили быстро. Пожалуйста, Lada Vesta CVT. В максимальном исполнении эксклюзив она стоит 930 тысяч рублей. Дорого? Как посмотреть? Ближайший соперник и ближайший конкурент Kia Rio в максимальном исполнении премиум с мотором 1.6 и автоматом стоит почти миллион сто. Давайте выясним, насколько близки эти машины и вообще стоит ли они своих денег. Чем мне всегда нравилось Vesta, так это посадка за рулем. На самом деле эргономика у Lada, наверное, одна из лучших в классе. Очень приятный руль, который перемещается в широких диапазонах, как по углу, так и по вылету. В версии эксклюзив обод обид приятной кожей, которая еще и перфорирована в месте хвата. Но это не самое главное, а самое главное то, что на Vesta наконец появился обогрев руля. Тоже очень приятная особенность. В Lada очень классное сидение. Хорошая, приятная, плотная набивка, надежная опора бедер, очень выраженная боковая поддержка, напора в плечах. Кроме того, помимо стандартного набора регулировок, есть еще и регулировка поясничного подпора, чем, наверное, ни один одноклассник похвастаться не может. И кто бы что ни говорил, в Vesta сидение одно из лучших в классе, если не лучшее. Пространство передней части салона организовано тоже очень неплохо. Глубокие карманы, гигантский просто, гигантский бардачок. Есть центральный бокс, подстаканники. Раньше они были очень неглубокие, я тоже постоянно по этому поводу ругался, но с появлением версии эксклюзив, с очередной модернизацией Vesta, их глубина увеличилась. Ура! Еще было бы неплохо, если бы увеличили площадку под смартфон, потому что сюда даже по диагонали не влезет далеко не самая большая модель. А еще нужно изменить алгоритм сброса показаний бортового компьютера, потому что это просто что-то с чем-то. Для того, чтобы сбросить показания бортового компьютера, нужно зажать верхнюю кнопку подрулевого переключателя, зажимаем, выходим в подменю, потом несколько раз переключаем опять эту кнопку, находим показания бортового компьютера, снова ее зажимаем, после этого нажимаем нижнюю кнопку подрулевого переключателя, выходим обратно в основное меню и показания сброшены. Это вообще кто придумал? Почему нельзя обнулить показания, просто зажав верхнюю кнопку? Кому нужна эта сложная схема? Но будем надеяться, что со временем и это тоже поменяют. Сама комбинация приборов с радиальной оцифровкой, в принципе, удобна и каких-то больших претензий у меня к ней нету, если бы не борткомпьютер. Ну, главный виновник торжества у нас это селектор вариатора. Когда его проектировали, явно кто-то психанул, потому что высота у него просто какая-то запредельная, такого даже механической коробки нету. Смотрите, у меня сейчас нога на педали, и получается, что селектор находится даже выше, но пользоваться удобно, тянуться не надо, а это самое главное. У Kia Rio базовая эргономика очень неплохая. Взаимное расположение руля, сиденья, остальных органов управления, все очень неплохо, и, в принципе, придраться практически не к чему. Руль регулируется по вылету и по углу наклона, но у Rio, как, кстати говоря, и у ее ближайшего родственника Hyundai Solaris, регулировка руля по вылету доступна только в максимальных комплектациях. В базовых версиях этого нету. Очень нравится у Kia комбинация приборов. Она, в принципе, у всех, это не только касается Rio, у всех моделей Kia, очень удачная лунная подсветка, красные стрелки, лаконично просто и, самое главное, удобно и понятно. Бублик руля тоже очень неплохо, удобен в хвате. Пожалуй, единственная придирка – это то, что кожа, которым обидет руль, она скользкая. Хотелось бы чуть более цепкий материал, но это так, из-за разряда придирок. Вообще, пространство организовано очень неплохо, особенно на фоне Весты, то есть, при том, что у нас тоже есть очень удобный центральный бокс, нормальные подстаканники, есть очень широкая, хорошая площадка по смартфону, глубокие карманы в дверях, в общем, все, что нужно для повседневной эксплуатации. Водительское кресло для класса неплохое. Нормальной длины подушка, есть подпор для бедер, набивка тоже, она не слишком мягкая, не слишком жесткая, такая достаточно упругая, плотная, вот то, что нужно. Диапазоны регулировок тоже очень широкие, в принципе, можно назад отодвинуться так, что я буду еле доставать до педалей. Но спинка не идеальная, потому что мне бы, честно говоря, хотелось бы больше боковой поддержки и больше опоры в плечах, и после Весты сидение Киева уже не кажется таким идеальным. Хотите верьте, хотите нет, а в Ладе сидение спрофилировано лучше. Садиться назад в Ладу удобно, потому что очень хороший широкий проем, но не это самый большой плюс, а то, что я сейчас сижу сам за собой, посмотрите, места для ног в Весте очень много, плюс сама посадка тоже хорошая, удобный наклон спинки, ноги можно убрать под переднее сидение, за счет этого у нас бедра имеют постоянную опору. В дальней поездке это очень важно, ноги не будут затекать. Есть центральный подлокотник, и будет куда положить руку. К тому же обогрев задних сидений, зарядка USB, розетка на 12 вольт. В общем, в Ладе про задних пассажиров тоже не забыли, и это приятно. Садясь назад в Рио, нужно беречь голову, потому что даже с моим ростом метр семьдесят четыре очень легко приложиться головой о проем. Но это не главное, а главное то, что я вот сейчас сижу сам за собой, мой рост метр семьдесят четыре, но судите сами, место для ног практически в два раза меньше, чем в Ладе. Плюс сама посадка тоже менее удобна, потому что я не могу до конца убрать ступни под переднее кресло, из-за этого не хватает опоры под ногами, и в дальней поездке ноги будут затекать и уставать очень быстро. Я уж не говорю про то, что у нас нет центрального подлокотника, как в Ладе, зато есть двухступенчатый обогрев задних сидений, уже неплохо. Но если я знаю, что я поеду сзади и выбирать между этими две машинами, то все-таки я остановлюсь на Весте. Обычно Весту покупают как единственную машину в семье, поэтому приятно, что о багажнике тоже позаботились. Кстати говоря, у первых машин он открывался кнопкой из сауна, но потом добавили кнопочку на крышке багажника, и это, несомненно, удобнее. Ну, сам багажник очень большой, широченный проем, объем, по нашим замерам, почти 450 литров. Для машины Б-класса это очень много. В подполье есть полноценная запаска, пусть и на штампованном колесе, и очень удобное отделение для всякой мелочевки. Сюда даже помещается компрессор. Чтобы дорожная мелочевка не летала по всему багажнику, ее спокойно можно убрать под пол. Как и Веста, Рио тоже часто используется как единственная машина в семье. К тому же, машина часто служит и в такси, поэтому багажник тоже очень важен. Да, разбежался. Здесь багажник открывается только из салона. Кнопки на самой крышке, к сожалению, нету. Но трюм очень неплох. По нашим замерам он умещает 420 литров. Для седана класса Б это неплохо, но кроме большого объема преимуществ у нас нет, потому что стоит поднять пол, там есть полноценная запаска, и, собственно, все. Единственное, есть вот такие вот ремешки для омывайки. Никаких отделений для мелочевки, каких-то боксов, чтобы убрать дорожный инструмент или какую-то дорожную мелочь. Нет, ничего нету. Просто большой ровный багажник. В принципе, и на том спасибо. Двигатель очень хорошо известен, объемом 1.6, мощностью 113 лошадиных сил. Вариатор тоже никаких откровений. Это известная коробка JATCO GF015 или, проще говоря, как у Ренова называется, трансмиссия X-Tronic. Никаких спортрежимов дополнительных у него нету, только ручное переключение, 6 квазиступеней. В общем, все то же самое, что, опять же, на тех же Логане, Сандера, Каптюре и так далее. Но если по технике все то же самое, что уже известных нам машин, то по софту все отличается, потому что и двигатель, в первую очередь, коробку очень долго калибровали и подгоняли под характеристики Веста. И надо сказать, что управление тягой очень удобное. То есть вот мы сейчас спокойно едем 90 метров в час, стоит только чуть-чуть притопить педаль. Все, коробка тут же меняет передачные отношения, и мы спокойно начинаем разгоняться. Пожалуй, самое точное определение езды на Весте с вариатором – это комфортно. Машине ехать очень комфортно и приятно. И само собой, если в городе машина с вариатором с двумя педалями будет есть чуть-чуть побольше, то на трассе ситуация обратная, потому что низкие обороты, и как следствие, на 100-110 крейсерских километров в час с механикой Веста будет есть побольше. Многие люди боятся того, что вариатор выйдет из строя гораздо раньше, чем обычный классический автомат. Отчасти это правда, потому что коробка предыдущего поколения 0.11 действительно страдала ранним выходом из строя ремня. Он быстро изнашивался, и в районе 100-150 тысяч километров приходилось заниматься профилактическим ремонтом. В первую очередь нужно было менять ремень, а не делать этого нельзя, потому что как только он изнашивается больше, чем положено, то он может задрать конусы, и тогда, поверьте, ремонт будет стоить колоссальных денег. У этого вариатора 0.15 ситуация получше, потому что после некоторых доработок надежность стала повыше. И этот пик профилактического ремонта с пробега в 100-150 тысяч немножко сместился, и теперь его нужно проводить примерно в интервале со 150 до 200 тысяч. Так что, по крайней мере, скажем так, первые 5-7 лет можете ездить спокойно и ничего не бояться. Ну, естественно, многие читатели задавались вопросом, почему на Вести не ставится 6-ступенчатый автомат? Ну, если бы он был, конечно, его поставили. Но, к сожалению, у концерна Renault-Nissan, в который входит и Lada, такой коробки просто нету. Тут уж ничего не поделаешь. Тем не менее, однозначно, если говорить и сравнивать Vesta 1, у которых стояла роботизированная коробка MT, то машина с вариатором – это огромнейший шаг вперед. По шасси к машине практически нет никаких вопросов для класса и управляемости, плавности хода на очень достойном уровне. При резком перестроении машина очень чутко реагирует на руль. Никаких запаздываний, все прогнозируемо, все понятно. Это не лучше, чем у того же корейца Кирилл или, допустим, у Volkswagen Polo, но и не хуже. Машина действительно на очень достойном уровне и вполне сопоставима с конкурентами. Если же мы говорим о плавности хода, то тут Lada и вовсе лучше. У него нет такой сумасшедшей энергоемкости и мягкости, которые есть у Logan или Sandero, которые просто глотают все и вся. Тем не менее, весь спектр наших неровностей машина проглатывает без каких-либо последствий для ходовой. Это то, что нужно для нашего рынка. Еще, что мне нравится на Vesta, так это тормоза. Особенно вот как раз на таких машинах, как у нас в руках, с вариатором и 113-сильным мотором, задние тормоза дисковые. Я спокойно нажимаю педаль и могу дозировать замедление и тормозной пульс точностью до буквально сантиметров. А раньше это была большая проблема, особенно на машинах старого поколения, таких как Гранта, Калина. Усилие на педали было ступенчатое. Здесь такого нету. Замедляешься именно так, как ты хочешь. У Kia Rio никаких откровений по технике тоже нету. Прекрасно знакомый двигатель 1.6 серии Gamma мощностью 123 лошадиные силы. Автомат шеступенчатый, и эта связка зарекомендовала себя очень хорошо, в том числе и по надежности, потому что таких машин Kia Rio, Hyundai Solaris в такси бегает огромное количество, и у них пробеги уже очень большие, и никаких проблем нет. Так что с точки зрения надежности беспокоиться в принципе незачем. Разгоняется Rio все-таки повеселее, чем Vesta. Почему? Во-первых, машина сама чуть-чуть полегче. Это раз. Во-вторых, двигатель. Он помощнее. Двигатель корейцев выдает на 10 лошадок больше. Это тоже существенная разница. Но в целом, когда мы спокойно едем в городе, когда мы едем по трассе, и нам не нужно резко ускоряться, то управление тягой очень похоже на то, как это происходит в свествии. Такие же легкие запаздывания, те же самые 6 передач в ручном режиме. Все очень похоже. Единственное, что когда мы едем 100 км в час, все-таки обороты у Kia Rio чуть-чуть побольше. Это примерно 2200-2300 тысяч оборотов. Но, надо сказать, это тоже немного. По шасси машины тоже очень похожи. Несмотря на то, что они совершенно с разных заводов, совершенно с разных концернов. Настройки близки. В первую очередь, это касается управляемости. Потому что Rio также остро отзывается на руль. Никаких запаздываний, никаких резких скольжений, сносов оси или заносов задней оси, когда мы сбрасываем газ. Все очень прогнозируемо и понятно. То, что нужно для массового автомобиля класса B+. Но на разбитой дороге Rio все-таки едет чуть похуже. Нет того огромного запаса прочности, который есть у Lada. Я не могу сказать, что Rio слишком жесткий, что он очень нежный, что подвеску легко пробить. Нет, этого всего нет. Но все-таки на большинстве дорожных неровностей кореец едет чуть-чуть пожестче. Ничего критичного, но разница небольшая есть. А вот если говорить о шумоизоляции, то тут разница не то, что небольшая, она огромная. Потому что, как я уже говорил, в Lada уровень шума очень невысокий. Это касается и шума двигателей, и аэродинамики, и в первую очередь дорожных шумов. То в корейце, если двигатель и аэродинамика изолированы неплохо, то с дорожными шумами все плохо. Это беда не только Rio. Это вообще общая корейская такая черта. До сих пор на уровне шумоизоляции колесных арок они экономят. Что есть, то есть. Мы сейчас едем 90 метров в час. И шумовой фон от дороги очень высокий, потому что шины гудят. Любой камешек, который отлетает от колес, я прекрасно слышу, как он барабанит по колесным аркам. Очень обидно, когда вы платите за машину миллион, и вам гарантированно придется раскошелиться еще на дополнительную шумоизоляцию. Потому что, ну, ездить так не есть хорошо, приходится очень часто повышать голос. Но в итоге всех интересует главный вопрос. Сколько это все стоит? Самая доступная Vesta с вариатором обойдется в 750 тысяч. Kia Rio с мотором 1.6 и автоматом обойдется минимум в 900. То есть в любом случае у нас при схожем оснащении получается эта разница в 100-150 тысяч. А в принципе машины очень близки и равны. И тут уже вопрос личных предпочтений. К сожалению, для многих до сих пор, если есть ладья на фасаде, это означает, что это недомашина. Но это на самом деле та же история, что зачем мне покупать Volkswagen Tiguan, когда есть Toyota RAV4. Согласитесь, это уже предрассудки. Если вам нужна относительно недорогая, хорошая, современная машина с автоматом, то Lada Vesta с вариатором – это очень неплохой вариант. Читайте в февральском выпуске журнала «За рулем». Новый Volkswagen Golf, немецкая сборка и российский мотор. Kia Soul против Suzuki Jimny. У них цена-то одинаковая. Москве 408 и 412. Так он был скопирован или нет? Кросс-купе Haval F7X против Mitsubishi Clips Cross и Renault Arkana. Антигель для дизеля. Ищем лучший и недорогой. Это и многое другое читайте в февральском выпуске журнала «За рулем». Субтитры создавал DimaTorzok